Всем привет! Вы на канале про политическое убежище в США. Меня зовут Марина Соколовская. Сегодня мы с вами поговорим о возможном возвращении адвокатского запроса. Поехали! Я знаю, что эту тему очень многие ждут. Вот давайте пытаемся поразмышлять, возможно ли, что он вернется. Размышляем вслух, чтобы вы понимали, как вообще здесь, из чего складывается логика, в каком направлении нужно мыслить. Первое. Что такое адвокатский запрос? Адвокатский запрос это был аналог CBP-1. Ну, на самом деле, я зря сказала был, потому что он и есть. То есть есть компании, есть отдельные адвокаты, которые все еще его практикуют. Но, по сути, он исчез после того, как появилась CBP-1. То есть адвокат отправляет запрос в конкретный порт-офф-энтри, чтобы вы понимали всю технику изнутри, как это происходит в жизни. Адвокат, какой-то американский адвокат отправляет запрос в какой-то конкретный порт-офф-энтри начальнику с просьбой пропустить каких-то людей, которые хотят попросить политическое убежище в США. Набор документов точно такой же, который предполагается для детеншин. То есть все паспорта и вообще для пересечения границы. Все паспорта всех членов семей. На всякий случай свидетельство о рождении можно переведенные, если есть. И все данные от поручителя, абсолютно. Поручитель должен быть местным жителем, желательно. Кто мог перейти таким образом? Могли перейти, как правило, семьи с маленькими детьми, люди, у которых какие-то проблемы со здоровьем, пожилые люди и так далее. Какие порт-офф-энтри участвовали и участвуют? Как правило, участвуют те порт-офф-энтри, которые исключены из списка тех, кто участвует в CVP-1. У нас десятки порт-офф-энтри. Порт-офф-энтри – это дверка в заборе, все время повторяю. И не все порт-офф-энтри участвуют в CVP-1. Ну, просто не все. Мы знаем основные, вы знаете основные, Сан и Сидор, например, самый популярный. Есть порт-офф-энтри маленькие, не в очень, скажем так, популярных городах, популярных местах. И вот туда, именно туда можно отправлять запрос о пересечении границы через адвокатский запрос. Чтобы вы понимали, что происходило. Мы в прошлом году таким образом перевели 150 человек. Это было не одномоментно, это было не за один день, не за один месяц, мне какой-то там благотворительный фонд подделать, который там непонятно чем занимался. Нет, это было с проверкой кейсов. Ну, в общем, это была очень серьезная большая работа на протяжении определенного количества времени. Это не было, повторю, одномоментно или даже за один месяц. Потом в действие вступил CVP-1, мы переводить таким образом перестали, потому что с нами перестали сотрудничать сотрудники CVP, конкретного порта, где мы переводили, это был Матаморос. И мы честно объявили людям, что все, больше мы этого не делаем, пожалуйста, пользуйтесь CVP-1. И все это время, вот есть такой нехороший глагол, мы топили, скажем так, да, за CVP-1. Снимали видео и говорили, что даже переезд на машине не является легальным. И уж после 12 мая 2023 года тем более, и уж после 6 июня 2024 года тем более. Замечаете, да? Вот у меня ощущение, что это последнее китайское предупреждение. А кто мы там? Последнее-последнее китайское предупреждение. И последнее-последнее. То есть администрация наша сейчас не стоит предупреждать о том, что не переходите на границу, и не переходите-не переходите, все будет плохо. Еще одно-еще одно предупреждение. И мы тоже повторяем, что CVP-1 является единственной легальной формой зайти в страну, хотя и не дает легального статуса в США. Об этом мы говорили в видео. Так вот, что касается возвращения адвокатского запроса, давайте по существу. Есть шансы, есть и шансы, что вернется адвокатский запрос. Объясню почему, в чем моя логика. Первое. Уже, уже мы видим возросшую нагрузку на приложение CVP-1. Почему возросла нагрузка? Все очень просто. Закрыли, ну, объявили о том, что дырка в заборе опять-опять очень-очень нелегально. Люди побежали к CVP-1. Количество ошибок, сейчас у нас люди жалуются, пропадают анкеты, люди жалуются на то, что появляется ошибка, что вы наказаны за мошенничество и так далее. То есть, это все всплыли. На самом деле, проблемы у приложения были всегда, оно все-таки сделано на коленке. И просто всплыли проблемы, которые каким-то образом там затыкались, как-то что-то там штриховались, но количество людей, которые обратились такое большое, что система стала не выдерживать. То есть, мы видим, что есть проблема с приложением. Это раз. Два. Даже если они сейчас очень спешно, быстро отремонтируют его на коленке, приложение навряд ли будет успевать обрабатывать то количество людей, которое появится на границе этого момента. То есть, что должно появиться? Одновременно с этим указом Байдена о запрете выдавать политическое убежище тем, кто игнорирует CVP-1. Должна одновременно не появиться, а увеличиться пропускная способность у приложения. Увеличилась ли она? Нет. Они считают, что она достаточно хорошая. 1450 человек в день. На самом деле, 1450 человек в день – это недостаточно, чтобы сохранять границу в относительном порядке. Что имеется в виду под порядком? Приложение CVP-1 не дает легального перехода. Оно дает возможность властям США пересчитать вас по головам, пересчитать, проверить ваш бэкграунд, проверить ваши паспорта, прогуглить вас. Вас гуглят. Вас действительно гуглят в интернете, смотрят, что у вас там есть. В общем, к чему мы сейчас приходим? К тому, что, а, должно вырасти количество людей, которые переходят по медицинскому паролю. Мы помогаем с медицинским паролем. Видео у вас об этом есть, вы можете написать, и мы поговорим об этом. Почему? Потому что госпитали той же Тихуаны не будут справляться с таким наплывом людей, которым нужна помощь. А принцип медицинского пароля простой, очень простой. Если мексиканцы не могут или не хотят вам помочь с вашей болячкой, и это какая-то эмерженская ситуация, вы имеете право на медицинский пароль. И второй момент. CBP-1 не будет справляться. При этом договоренности с властями Мексики о том, что будут открыты дополнительные приюты в переграничных городах, или будет что-то еще сделано для того, чтобы люди не умирали на жаре, ее нет. Договоренность старая, 30 января 2023 года. Все это указывает на то, что адвокатский запрос в том виде, в котором он был в нашей компании, когда это все было честно, как я говорю, кошерно, вполне может вернуться в ближайшее время. Единственное, что я надеюсь, что учли власти. Когда адвокатский запрос действовал два года назад, полтора-два года назад, то была большая проблема с фальшивыми благотворительными фондами, и до сих пор многие гадают, что будет в суде, когда узнают, что я с этим переходил границу и с этими, потом они были закрыты, потом кого-то поймали сумкой в 500 тысяч долларов на границе между Мексикой и США, потому что это были сотрудники фонда и так далее. В общем, вы не хотите быть вовлечены в эти истории, правда? Вы не хотите быть вовлечены в истории, когда то ли да, то ли нет, потому что вам потом уйти в суд, и вот это вот то ли да, то ли нет будет не в вашу пользу, а будет скорее против вас. Поэтому ждите официальных каких-то обращений от адвокатов, которые могут позволить себе, ввиду своей профессиональности, личных знакомств, тоже немаловажно, репутации, работать с такой формой перехода через границу, как адвокатский запрос. Мы об этом обязательно отдельно скажем. Друзья, это видео не о том, что мы знаем, что это будет, да, или мы обещаем, что мы в скором времени это запустим. Это видео больше такое, давайте порассуждаем вслух. Вот я вслух рассуждаю, почему такой вид помощи, как адвокатский запрос, может появиться. Потому что просто граница будет, приграничная территория будет переполнена людьми, которые по определенным причинам по CP1 переходить не могут, ну просто очередь там 200-300 дней, и при этом маленький ребенок, в общем, проблемы со здоровьем и так далее. Как вы думаете вы? Вот что думаете вы? Вы уже с нами тоже, в нашем канале полтора года, вы слушаете, вы тоже с нами анализируете. Очень многие заметно с нами выросли, я вижу прям по нашим группам, по нашим чатам, как люди начинают рассуждать именно в рамках закона, понимают, как это работает, что работает и что не работает. Вот особенно интересно знать ваше мнение. Как думаете вы, пойдут ли иммиграционные власти, и точнее главы отдельных портов entry на то, чтобы вернуть адвокатский пароль в работу? Что нужно сделать правильно? Подписаться на все наши каналы, чтобы ничего не пропустить. Даже если вы уже в США, все равно подписываетесь, информации много, она вся полезна. Всех люблю, целую, пока.